МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события. О том, что происходит в Самаре, рассказывают наши корреспонденты. И я, Олег Зверев. И вот главная тема выпуска. Чипы в таблетках, новый метод мониторинга и контроля лекарств появится в следующем году. Честный детектив. Полицейский отказался от взятки в полмиллиона рублей. Город людей и небоскребов. О прошлом настоящем Нью-Йорка расскажет фотовыставка, открывшаяся в Самаре. Вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи обсудили в Кирове на заседании Совета ПФО, который провел полномочный представитель президента в округе Михаил Бабич. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, как увеличить число дорогостоящих операций и обеспечить создание современных медицинских центров. А самое главное, где взять деньги на это? На заседании звучал пример Самарской области. Подробности в нашем материале. 700 тысяч сложных операций в России проводятся в год, но этого недостаточно. Их можно делать больше. Современный уровень развития медицины позволяет. В послании Федеральному собранию президент поставил задачу в отделении высокотехнологичной медицины в отдельные направления со специальным финансированием. Теперь вопрос обсуждается на окружном уровне. Также в послании прозвучала тема оптимизации сети медучреждений. Практика сложилась такая, что каждый регион, по сути дела, самостоятельно принимает решение, вырабатывает методику и потом ее реализует, исходя из своих условий. И получили ситуацию, когда целые населенные пункты остались зачастую без медицинской помощи, без доступной медицинской помощи. И сейчас, соответственно, президентам поставлена задача о том, чтобы все-таки появилась федеральная методика. Оптимизация должна проводиться, исходя из конкретных условий, но в целом принцип должен оставаться единым. Выполнение майских указов президента позволило повысить зарплату в системе здравоохранения. Но возникла другая проблема. Нередко доходы врачей одной специальности в конкретной больнице существенно различаются. Нужны и новые медицинские центры, а значит и деньги на их строительство. Самарскую область приводят в пример. Регион на первом месте в стране по развитию государственно-частного партнерства. У нас реализуются сегодня примерно 9 миллиардов рублей инвестиций частных на развитие здравоохранения. Это и строительство кардиоцентра, строительство центра мать и дитя, строительство центров гемодиализа, ну и так далее. Кардиоцентр это будет на 12 тысяч операций. Это один из самых крупных в стране и самым современным оборудованием. Оборудованием называется клиника сердца. В ближайшие годы в Самаре откроются несколько современных медицинских центров, что позволит помогать не только жителям региона, но и соседних областей. Олег Зверев, События. Специальные чипы скоро появятся в таблетках. Новый метод мониторинга и контроля лекарств поможет бороться с фальсификатами. Хотя ситуацию на рынке эксперты оценивают как стабильную, нелегальные препараты все же попадают на прилавки. Последняя незаконная партия прибыла из Казахстана. Как лечиться без ущерба для здоровья, расскажет Мариана Мирная. Фальсификатов в Самарской области меньше 1%. Из 6 тысяч проверенных лекарств всего несколько наименований были изъяты из аптек и уничтожены. И без того небольшая цифра должна сойти на ноль после того, как в стране ужесточится контроль за оборотом лекарственных средств. С 2017 года препараты будут защищать от подделок с помощью маркировок специальными чипами. Это автоматизированная система мониторинга лекарственных препаратов начиная от производителя до конечного потребителя с использованием индивидуальной маркировки и индивидуальной упаковки. Данная система будет внедряться поэтапно. Первыми такой маркировки подвергнутся препараты от рассеянного склероза, онкозаболеваний и гемофилии. А к январю 2017 и весь перечень лекарств. Покупателей, конечно, волнует, не вырастет ли от этого цена. Аптекари уверяют, что альтернатива дорогим лекарствам всегда будет на прилавках. Чтобы не возникало претензий, что какие-то таблетки не помогают, нужно обращаться к врачам. Самая основная проблема с человеком, с гражданином – это самолечение. Мы очень любим лечиться сами, по рекомендациям родственников, знакомых. Интернета. Интернета в особенности. И вот это вот самая большая проблема. В последние годы в аптеках можно встретить все больше препаратов отечественного производства. В Самарской области есть фармацевтические компании, которые делают жизненно важные лекарства. Представители таблеточного рынка уверяют – дефицита в Самарской области нет и не будет. Мариана Мирная, Максим Гусев. События. Отставка в городской администрации. Вадим Тюнин, руководитель департамента ЖКХ, покинул свой пост. Причина – недостаточный контроль расходований бюджетных средств. От граждан поступали многочисленные жалобы на качество и скорость проведения капремонта. Управление финансового контроля городского департамента финансов проверило 51 акт о приемке выполненных работ на общую сумму почти 30 миллионов рублей. Выяснилось, в семи случаях ремонт проведен не был. Ни один акт приемки, содержащий приписки, не должен быть оплачен, заявил глава Самара Олег Фурсов. То же самое касается некачественно выполненных работ. Конец цитаты. В ходе проверки установили, что в перечень было включено 180 многоквартирных домов, в которых планировалось провести ремонт. Департамент ЖКХ был уполномочен организовать работу по проверке документации, по которым строительной организации положены субсидии. В Самаре проверят и списки дольщиков по информации городского департамента строительства и архитектуры. Только за этот год реестр тех, кто ждет своих квартир в недостроях, увеличился втрое. Чтобы выявить факты мошенничества, городские власти приняли решение провести проверку. Несколько материалов уже передано Управлению МВД по Самарской области. Поставлена задача органам внутренних дел провести такую проверку. И на предмет того, чтобы выявить действительно факты возможной мошенничества, и мы также обратились с обращением от главы городского округа Самара провести сплошным методом проверку достоверности и подлинности документов, которые послужили вот таким основанием для включения в реестр кредиторов. Из-за решетки под домашний арест. Новый поворот в деле Екатерины Пузиковой. Уголовное дело. По факту убийства банкира Дмитрия Пузикова вернули на доследование. Такое решение принял апелляционный суд. Напомню, банкир погиб под смертельной дозы талия. Как установил суд первой инстанции, яд находился якобы в картофельном пюре и попал в организм во время домашнего застолья 7 марта 2012 года. Две недели спустя мужчина скончался в больнице. Виновные в убийстве признали жену банкира Екатерину Пузикову. В этом году девушку приговорили к 7 годам тюрьмы. Но представленные в апелляционном суде доказательства показали, на момент поступления в больницу содержание талии в организме мужчины было в 10 раз ниже, чем в день смерти. А значит, яд могли подмешать повторно. Доступ же в отделение, где он лечился, был ограничен. Теперь, пока будут идти новые следствия, Екатерина Пузикова будет находиться под домашним арестом. Пока до февраля следующего года. Банду черных риэлторов задержали в Сызрани. По версии следствия, начиная с прошлого года, двое мужчин и женщины знакомились с одинокими владельцами квартир, завоевывали их доверие, переписывали жилье на себя, а в дальнейшем убивали своих знакомых. По предварительным данным, жертвами преступников стали 4 человека. Все они в течение года пропали без вести. Тело очередной жертвы обнаружили на окраине села Жемковка в Сызранском районе. Следователи считают, организатором банды была 36-летняя женщина, работавшая риэлтором. У нее в собственности находился дом одного из убитых. Они находили граждан с социально низким статусом, употребляющих в основном свой алкоголь безудержно, находили контакт, переписывали это жилье, в последующем этих граждан убивали. Убивали они в основном мужчин, все четверо убитых – это мужчины, жители этого района. 1200 коробок алкоголя вместо лимонада, как было указано в документах. В пункте весового контроля трассы М5 «Урал» полицейские задержали водителя-тягача, который вез незаконный груз. Поводом стало превышение грузоподъемности на 5 тонн. В ходе проверки выяснилось, что документы на товар были подложными, а вместо безалкогольных напитков в кузове было спиртное различных наименований. Это стало поводом для задержания, чтобы установить личность владельца груза. Водитель-гражданин одной из республик СНГ предложил взятку начальнику подразделения. 490 тысяч рублей. Полицейский отказался. Водитель в момент передачи денег был арестован. Задержанный признался, что совершил преступление по указанию владельца груза, также гражданина республики СНГ. В тот же день хозяин перевозимой алкогольной продукции был задержан в Тольятти. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Он взят под стражу. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту перевозки алкоголя по подложным документам. Масштабы незаконного оборота промышленной продукции поражают воображение. Только с марта по декабрь этого года из оборота изъято 103 тысячи литров алкоголя на сумму 16 миллионов рублей. А всего объемы производства контрафактных изделий исчисляются миллиардами рублей. Решительную войну всякой продукции из гаражей и подвалов объявили областные власти. На заседании комиссии, которую провел первый вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Нефедов, решали, как бороться с незаконным оборотом природных ресурсов. В этой сфере выявлено более двух тысяч нарушений, изъято более 10 тысяч тонн незаконно добытых водных биоресурсов, запрещенные орудия лова и транспортные средства. Чтобы более эффективно бороться с браконьерами, предложено внести поправки в закон, так чтобы наделить административной комиссии правом отбирать незаконные орудия промысла. Было принято много важных решений. Если они будут все выполнены, то я думаю, что сдвинется с мертвой точки вопрос борьбы с браконьерами, что там будут нахресурсы. Надо бить по прибыли браконьеров. Вот если так кратко можно сказать. Если уберем их экономической составляющей, то они будут браконьерства. В Новый год под новым флагом в областном управлении Федеральной службы судебных приставов готовятся к вручению знамени ведомства. В торжественной обстановке его прикрепили к древку. Тут же полотнище осветили по церковному чину. Торжественная церемония состоится завтра на площади Славы в Самаре. В ней примет участие директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков. Знамя, святыня нашего территориального органа и символ доверия государства. Это важное событие. Сотрудники, мне кажется, оценят это и это им поможет в дальнейшем выполнять свои служебные обязанности. А сейчас коротко о других темах дня. Автомобиль Нивы перевернулся на трамвайных путях. ДТП случилось в Самаре на улице 22-го портсъезда. По предварительной версии пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель резко затормозил и его занесло. В итоге автомобиль перевернулся. По словам очевидцев, прохожие помогли поставить автомобиль на колеса и водитель благополучно поехал дальше. В происшествии никто не пострадал. Видеорегистратор, установленный в машине Алексея Анучина, запечатлел происшествие. На пересечении улиц Осипенко и Мичурина изменилась схема движения. Теперь поворачивать к торговому центру аквариум с Осипенко можно по дополнительной секции, убедившись в безопасности движения. Материнский капитал увеличат до 505 тысяч рублей. Его размер на 2018 год установило Министерство труда. При этом в следующем году выплат индексироваться не будут. Сейчас материнский капитал, который выплачивается при рождении второго или последующего ребенка, можно использовать на улучшении жилищных условий, а также на образование ребенка и накопительную пенсию матери. В субботу в Самаре пройдет пешеходная экскурсия, посвященная дипломатическим миссиям, которые размещались в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны. Профессиональные гиды расскажут об 11 домах, в которых жили иностранные послы. Первый блок экскурсии состоится 12 декабря, второй блок – 19 декабря. Повторы пройдут 16 и 23 декабря. Начало в 13.00. Сбор участников у дома 106 по улице Степана Разина. Экскурсия бесплатная, но нужна предварительная запись. Погода в выходные дни в Самаре будет благоприятна для прогулок. Немного похолодает до 5 градусов мороза. В субботу 12 декабря синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. В воскресенье 13 декабря в большинстве районов пройдут небольшие осадки. Ночью температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Лучший стимул – хороший пример. В Самару по приглашению главы города приехала Диана Гурцкая. Певица встретилась с детьми из школы-интерната 17 для слабовидящих и незрячих детей. Отобрала участников для музыкального конкурса «Белая трость». Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Мечта многих маленьких певцов исполнилась. Известная певица Диана Гурцкая поет с воспитанниками школы-интерната для слабовидящих детей. Когда-то Диана училась в такой же школе в Тбилиси. Среди выступающих на сцене ребят певица выбрала тех, кто будет участвовать в конкурсе «Белая трость», который пройдет в Москве. Они оставляют след в моей душе. Я обязательно, вот если в 2016 году их не получилось взять на трость, то я обязательно на следующий год уже буду думать, что из Самары я буду брать вот этих детей. В этот раз получилось так, что девочки поедут на трость, группа «Смайлики». Они такие классные. Придяни большие, возьди, что великаны. Стать участником конкурса Дани Хачатурову не позволил возраст. В остальном мальчик очаровал и Диану, и публику. В 9 лет Данилу пишет стихи, поет, играет на баяне. Я вначале не хотел, баян-то я хотел, а вначале я не хотел идти вообще на вокал. Вообще не хотел идти. Не хотел вот. Потом сейчас хочу, потому что меня распевками мучили. Мы с 4-х лет стали заниматься в музыкальной школе. Изначально это было для того, чтобы ребенок валился в общество. Чтобы он научился общаться с людьми, научился дружить. В Самару Диану Гурцкую пригласил глава города Олег Фурсов в рамках мероприятий, посвященных Дню инвалидам. Она не только талантливая певица, но еще и член Общественной палаты России. И работает над тем, чтобы люди с инвалидностью могли нормально жить и работать. В Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области Диана Гурцкая встречается с людьми, которые не просто создали с нуля свой бизнес, но и дают возможность работать другим людям с ограниченными возможностями здоровья. Я просто сама через это прошла, когда как так, то есть работать нет, а потом поняла, что почему я буду дома сидеть, то есть эти стены, которые давят на тебя постоянно, надо выходить в общество. Поддержку людям с ограниченными возможностями по самым разным направлениям оказывает правительство Самарской области. Задачу обеспечить комфортные условия жизни ставит губернатор Николай Меркушкин. Только в Самаре 99 тысяч инвалидов. И одним из приоритетных направлений работы власти является содействие в трудоустройстве. За последние 4 года создано более 2000 мест для маломобильных людей. Региональные власти предусматривают и финансовую поддержку предприятиям, привлекающим в свой штат людей с инвалидностью. Наши работодатели, их большую часть не надо убеждать, что это необходимо. И уже многие понимают, что люди с ограниченными возможностями это, ну вот нехорошее это слово, да, не инвалиды, а люди, которые могут работать, хотят работать и иногда даже работают лучше, чем здоровые люди. Не только работать, но и отдыхать. В Самаре люди с ограниченными возможностями участвуют в городских спартакиадах, паралимпийских фестивалях, в конкурсе «Рыбалка без границ». И своим примером они, как и Диана Гурцкая, вдохновляют молодых ребят находить свое призвание. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. В Октябрьском районе Самары на большой слет волонтеров собрались сотни молодых людей. Все они ученики школы будущего владельца жилья, чему учат добровольцев на необычных занятиях, узнавала Лариса Шалафаст. Подводят итоги и строят планы на будущее. На волонтерский слет собрались 20 отрядов Октябрьского района. Эти молодые парни и девушки получают новые знания, которыми потом будут делиться с другими. Как найти управу на недобросовестную управляющую компанию? Как правильно рассчитать коммунальные платежи? Этому волонтеров учат в школе будущих владельцев жилья. Я научился рассчитывать коммунальные выплаты всякие. Что, например, за свет, ну как за свет платить, что при тех случаях, когда ты уехал куда-то, что, ну, можно не платить за эти вот, за коммунальные услуги. Обучение в школе будущих владельцев жилья уже прошли сотни подростков. Раз в полгода во время летней смены в лагерях отдыха ребятам читают специальные лекции, раздают брошюры, чтобы свои права и обязанности знал каждый. Когда человек знает юридические аспекты как собственника жилья, он понимает, кто живет с ним рядом, он участвует в благоустройстве, участвует в субботниках, в акциях добра. Когда он вырастает, он становится сам активным жителем с гражданской позиции. Пока школа будущего владельца жилья действует только на территории Октябрьского района. Волонтеры планируют преподать уроки коммунальной грамотности жителям других районов города. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. Защищать слабых, верно служить Родине и ее народу поклялись более 60 учеников 95-й кадетской школы в Самаре. В торжественной обстановке мальчишки и девчонки приняли присягу и были посвящены в кадеты. Павел Баймаков продолжит. Звание кадетской. Эта школа носит уже больше 10 лет. За это время связать свою жизнь с военной службой решили сотни выпускников. Татьяна Дмитриева и Даниил Гумеров, как и десятки их товарищей, дабы сохранить честь мундира, ко дню присяги готовились с особой ответственностью. Сегодня стал настоящим, можно сказать, военным человеком. Очень волновалась. Военная подготовка всегда нужна. Во-первых, самозащита. Во-вторых, обязательно нужно Родину защищать. Всего в 95-й Самарской кадетской школе более 500 учеников. Сегодня присягу приняли порядка 60. Директор школы уверена, в дальнейшем военная выправка и исполнительность помогут ребятам стать успешными в жизни. Кроме обычных учебных предметов, у нас есть дополнительные дисциплины. Строевая подготовка, огневая, медицинская, тактическая подготовка. Очень много внимания уделяется спорту и физической культуре. Все то, что делает из мальчиков мужчин. Теперь, ребята, настоящие кадеты. Правила кодекса чести выучены. Осталось применить их на практике. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Город контрастов, город людей и небоскребов. Нью-Йорк. Каким он был и каким стал в объективе фотоаппаратов. Сегодня самые оригинальные виды города в зале Самарского художественного музея. Впечатление самарцев от американского мегаполиса выслушала Марина Кравцова. Городом джаза предстает Нью-Йорк в этих снимках Барри Корнблуха. Некоторые из фотографий он делал прямо из окна своей квартиры в центре города. Саксофонист, возвышающийся над небоскребами. И всемирная торговая башня, отражающаяся в огромной луже на асфальте. А вот для россиянина Андрея Чежина – Большой Яблоко – город небоскребов, которые переплетаются в причудливые орнаменты. В искусстве всегда есть место, особенно в таком большом городе. И это здорово. Фотовыставка «Нью-Йорк» тогда и сейчас – объективная подборка снимков большого города. Она уже побывала в Венгрии, Германии, Франции, США, в Москве. В Самару приехали 30 работ 11 авторов – фотографов из Европы, Азии, России, США. Она непосредственно имеет предмет, отсылает к Нью-Йорку, городу искусство, собственно говоря, бесконечно многоликому. Здесь есть разные фотонаправления, начиная от какого-то такого фотореализма 50-х и до каких-то монтажей наших дней. Среди холодных изображений кубических высоток душевность и теплота исходят от фотографий старого Нью-Йорка 30-х-40-х годов. Есть такие фотографии, на которые смотришь и вспоминаешь некоторые свои моменты из прошлого. Допустим, с детства, там, качели старые какие-нибудь. Здесь же – необычные портреты и документальные снимки катастрофы 11 сентября. Выставка демонстрирует разные стороны одного мегаполиса. Мой командир оказался в Нью-Йорке. В конце концов, он там жил. Он мне говорил, что он живет в раю. И вот я пришел и думаю, я вижу это раю или не увижу на выставке. Но пока еще не увидел. Нью-Йорком не ограничится. В следующем году в художественном музее планируют представить экспозицию, посвященную новому Орлеану. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Время новостей спорта. Их представит Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинские гандеболистки помогли сборной России победить команду Казахстана на чемпионате мира в Дании. В Тольятти каратисты разыграли медали национального первенства. Волейбольная «Нова» одержала первую победу в чемпионате Суперлиги. В Новокуйбышевске местные волейболисты победили Нижний Новгород со счетом 3-0 в Российской Суперлиге. До этого «Нова» проиграла подряд 8 матчей. Следующий соперник – Кузбасс из Кемерово. Встреча намечена в следующее воскресенье. Очередное домашнее шоу волжане проведут 13 января против Краснодарского «Динамо». В Тольятти прошло первенство страны по карате «Надежды России». Спортсмены отбирались на первенство Европы среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года. Самарской сборной не повезло – они не выиграли ни одного чемпионского титула. Зато в медальной копилке три серебра и две бронзы. Шансы поехать на Европу у самарских каратистов остаются. Им нужно доказать свою состоятельность на учебно-тренировочных сборах в конце января. В четвертом матче предварительного раунда чемпионата мира по гандболу женская сборная России разгромила команду Казахстана 42-19. Свой вклад в победу внесли четверо спортсменок из Тольяттинской «Лады». Очередной соперник гандболисток – сборная Румынии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара Гиз» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова